Мобильная клиника оснащена по последнему слову техники. Вначале будет функционировать в Кеминском районе, там она будет принимать пациентов в течение трех месяцев. После чего ее услугами смогут воспользоваться жители Иссык-Ульской области. Начала работу мобильная клиника при поддержке Исламского банка развития. Она будет обслуживать население в течение пяти лет бесплатно. Также банк обеспечит всеми необходимыми препаратами, питанием, зарплатой медиков, а также жильем. На эти цели было выделено 11 миллионов долларов. В случае нехватки средств они будут выделены дополнительно. Спасибо за поддержку государства в столь важном деле. В этой мобильной мультидиагностической клинике одной из главных аппаратур является компьютерная томография. На фоне пандемии коронавируса, которая у нас сегодня в стране наблюдается, Эта аппаратура позволяет в точности снять, к примеру, легкие человека и выявить, есть ли там какие-либо заболевания. Кроме этого, нужно отметить, что КТ снимает практически все органы, кроме сердца. Таким образом, можно выявить, есть ли какие-либо заболевания в любом органе человека. Допустим, в сельской местности у человека случился инсульт, они могут привезти в эту мобильную клинику, сделать компьютерную томографию, хотя посмотреть, инсульт у него какой, ишемический или геморрагический. То есть сосуд лопнул или просто тромб там появился. А если диагноз они своевременно поставят, то и, соответственно, лечение будет тоже соответствующим. К работе этой мобильной клиники будут привлечены 13 специалистов и обслуживающий персонал. За процессом ее работы будут следить специалисты из Норвегии, которых привлек Исламский банк развития. Стоит отметить, что здесь речь идет не об обмене опытом. Здесь будут проводиться тренинги и обучение. Но главная работа заключается не в этом. Мы будем следить за тем, как будет идти процесс работы в этой клинике. Здесь скорее речь идет о менеджменте управления. Ранее я работал президентом организации по чрезвычайной медицине. Я сам специалист-анестезиолог. Мобильная клиника состоит из 8 трейлеров, установленных на большегрузные машины марки «Форд», а также трейлеров для проживания персонала, спальня, кухня. Также предоставлены мини-бус для транспортировки пациентов и машина скорой медицинской помощи. На базе мобильной клиники имеется диагностическое отделение. Мне предстоит руководить всей мобильной клиникой. Сам я хирург, педиатр и уролог. Также я работал военным хирургом. У меня 20-летний стаж работы на международном уровне. В этой мультидиагностической клинике я буду проводить обходы и следить за тем, чтобы пациенты в срок и в должном порядке получали медицинские услуги. Хочу отметить, что эта клиника оснащена качественным и современным оборудованием. Жители страны получат возможность пройти обследование. Это, в свою очередь, станет хорошим подспорьем в успешном лечении. Торжественная церемония начала работы клиники состоялась на минувшей неделе в городе Кимин. В ней принял участие глава государства. Президент осмотрел мобильную клинику. Я вас поздравляю с открытием мобильной клиники. Верю, что эта клиника поможет укрепить здоровье наших граждан и будет функционировать во благо народа. Эта клиника была доставлена в Кыргызстан в мае месяце. Тогда у здания кабинета министров мы отмечали, что клиника начнёт функционировать, но здесь возникли вопросы с документами. И поэтому это торжественное мероприятие проводится сегодня. Без здоровой нации нельзя представить сильное государство. Самое главное богатство – это здоровье. Поэтому в первую очередь нам необходимо позаботиться о здоровье нации. А потом уже можно решать экономические, социальные и другие вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Как отметил Садыр Чапаров, государство в первую очередь должно заботиться о сохранении здоровья граждан страны. Он подчеркнул, что начало функционирования мобильной клиники является одним из положительных результатов работы нынешних властей. Также от себя и всего кыргызского народа выразив благодарность спонсорам. Мультидиагностическая клиника была доставлена в Кыргызстан в рамках реализации соглашений между Кыргызстаном и Исламским банком развития. По осуществлению благотворительного вклада по программе Фаэль Хайеры на приобретение и эксплуатацию мобильной клиники в сельской местности, подписано в 3 декабря 2014 года в Королевстве Саудовской Аравии. Кундус Кадатаева, Мирбич Спекулу, ЛТР Бишкек.